В Самаре наградили победителей и призеров национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia. В номинации «Физкультура, спорт и фитнес» лучшей оказалась София Лариошкина. Она провела индивидуальную тренировку, урок физкультуры, консультацию по здоровому образу жизни. Участвовать в соревнованиях в дистанционном формате пришлось впервые. Конечно же я знала, кто у меня основные конкуренты, из каких они городов. Но, к сожалению, я не видела, как они выступают. Я принимаю не первый раз участие, но вот когда у нас были отборочные соревнования в августе, было намного тяжелее, потому что первый раз это все было дистанционно, было непривычно показывать где-то секундомеры, еще что-то на камеру. А сейчас уже на национальном чемпионате, в принципе, мы уже привыкли так работать. Церемонию награждения приурочили к празднованию 80-летию профессионально-технического образования в России. Ему в стране уделяется особое внимание. По поручению президента Владимира Путина внедряются передовые подходы к подготовке специалистов. За последние 20 лет бюджетные вложения в совершенствование системы среднего профобразования увеличились в два раза. Всегда преподаватели, сотрудники, студенты системы были опорой и плечом нашего государства. Именно на плечи системы легли важнейшие задачи по индустриализации страны, по переводу страны на военное время, когда в годы Великой Отечественной войны студенты, сотрудники, преподаватели системы трудились в тылу и ковали победу. Сейчас перед системой стоит не менее важная задача. Это подготовка профессиональных, высококвалифицированных, инновационных кадров для нашей экономики. Студенты и гости праздника возложили цветы к монументу рабочим и служащим завода имени Масленникова, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А затем 12 экипажей профессиональных образовательных организаций из разных городов Самарской области отправились в автопробег. Светлана Кудрявцева, События. Спасибо. Продолжение следует...